Культура Культура – это та веревка, которую можно бросить утопающему и которой можно удушить своего соседа. Развитие культуры идет столь же на пользу добра, сколько и на пользу зла. Растет кротость, растет и жестокость. Растет альтруизм, но растет и эгоизм. С вами программа «Аколада» и я, ее ведущий, Тарас Куценко. Вот уже более 20 лет в Харькове существует музыкальный праздник под названием «Харьковские ассамблеи». Сегодня это поистине значимое событие в Харькове происходит два раза в год. В мае проходит конкурс исполнителей, а в середине осени – международный музыкальный фестиваль «Харьковские ассамблеи». Что именно привносит в жизнь нашего города это событие, мы расскажем прямо сейчас. Идея проведения музыкального фестиваля в Харькове родилась еще в 1990 году, когда Советский Союз переживал новые изменения, которые, естественно, влияли на сознание людей. Это был, пожалуй, единственный выход сложившейся ситуации в стране, когда людям была нужна надежда и вера. Вы, наверное, не помните, что мы испытывали в 1990 году. А мои сверстники и люди более старшего поколения, они прекрасно помнят это ощущение безысходности, тоски и ненужности. И именно в этот момент я подумала, что только музыка может нам помочь. Не просто музыка, а фестиваль, связанный еще и с именем Моцарта, поскольку это были времена, когда весь мир праздновал юбилей Вольфганга Амадея Моцарта. И единственная страна, которая забыла об этом, это был Советский Союз, о чем мне радостно поведали в Министерстве культуры Советского Союза, но поддержали мою идею. И, кроме всего, очень поддержал нас Коротич, который был тогда народным депутатом от Харькова. И он связал нас с австрийским посольством. И вот с этой дружбы между Украиной и Австрией и начался наш фестиваль. Фестиваль начинался как «Дни Моцарта» в Харькове. Через два года он получил название «Харьковские ассамблеи». И мы удивительным образом попали в точку, потому что, если вы помните, в 1991 году был Пуч. Так вот, большинство людей в этот момент волновал даже не столько Пуч, сколько состоится фестиваль или не состоится. Не помешает ли вот эта группа товарищей проведению фестиваля в городе Харькове. И очередь желающих попасть на фестиваль начиналась от выхода из исторического метро и тянулась до входа в большой зал. В малый зал, простите, где мы вот так все эти 22 года делаем наш фестиваль. Нам замечательно повезло с исполнителями на первом фестивале, потому что был Петр Ланг и Аркадий Сивидов из Австрии и России, соответственно. Из Москвы, вернее. Тогда еще это был Советский Союз. И мы с тех пор и решили, что каждый фестиваль будет иметь своего героя. Было 20 фестивалей, вернее, в этом году будет 20-й. И вот по аналогии с первым мы решили, что удивительным образом звезды так указали нам героя. Этим героем стал Вивальди. Если Моцарт такой солнечный человек, то Вивальди, рыжий священник, если мы только вспомним времена года, мы сразу же озарим весь мир нашими улыбками. И оптимизма в нашей душе прибавится точно. И вот мы подумали, что Вивальди как никогда уместен в этом году. Но не просто Вивальди, а Вивальди в окружении совершенно гениальных юбиляров. Потому что этот год, как и прошлые два, удивительно богат гениями. И в этом году это, в частности, Верди и Вагнер. Не самые неизвестные композиторы, скажем прямо. В этом музыкальном сезоне весь мир отмечает юбилеи со дня рождения выдающихся композиторов. Это и 200 лет со дня рождения Верди, 200 лет со дня рождения Вагнера, Драгомышского, 180 лет Брамса и Бородина, 140 лет Рахманину. На протяжении музыкального сезона в Харькове проводится масса концертов, посвященных этим композиторам и их современникам, и последователям. Вот мы всегда стараемся, чтобы выбрать такого героя, который, во-первых, очень созвучен времени, и не просто даже созвучен, а необходим. Вот именно по духу, по настроению, вот остро необходим. Но этот же герой привлекает к себе гениев, которые работали или рядом с ним, или продолжили его путь в искусстве. И не случайно здесь возникает Верди, Вагнер, и тот же Рахманинов, и тот же Брамс. И вот Вивальди в центре, Верди, Вагнер, а там еще и Драгомышский, а там еще, 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 Рахманинов, Брамс, да. То есть очень красивая компания. Но если вы посмотрите на историю фестиваля, то в очень такой решающий миг жизни нашей страны у нас было три титана тоже. Бах, Бетховен, Брамс, которые очень помогли нам тогда преодолеть какие-то сложности в жизни, да. И вот в этом году три не менее талантливых, гениальных даже человека, я думаю, тоже помогут нам преодолеть определенные сложности и радостно встретить следующий этап жизни нашей страны. Звучать будет много очень интересной музыки, и будет даже звучать и бах, потому что, ну, если ничего не случится, то впервые в Харькове мы сыграем все концерты баха для двух, трех и четырех клавиров. А четвертый, четверной, вернее, концерт написан как раз по концерту Вивальди. Поэтому это тоже такая вот удивительная связка, и вообще очень много в творчестве Вивальди было продолжено гениальными композиторами последующих поколений, и за этим проследить тоже будет невероятно интересно. Я участвовал в конкурсе Харьковской Асамблеи, я сам с маленького города Шостки, Сумского области, я закончил Харьковскую десятилетку. Мой педагог, Алтухов Валерий Николаевич, вот, тогда сказал, как сейчас помню, ты должен играть на этом конкурсе, должен себя показать. Вот. Ну, и я стал одним из победителей этого конкурса. Вот. Вот. Мне безумно понравился, потому что на тот момент это был чуть ли не один из первых опытов моих. Вот. Также, насколько я помню, лауреаты этого конкурса играют с молодежным симфоническим оркестром Салбашанский. Вот. Что поднимает статус. Естественно, и статус поднимает этого конкурса. Вот. И как бы молодым исполнителям это очень интересно, сыграть с симфоническим оркестром, потому что в наше время сыграть с симфоническим оркестром очень трудно. Любой конкурс, любой фестиваль, это первонаперво, это очень колоссальная подготовка. У тебя должен быть четко выработан режим, четко построены занятия. Ты должен полностью продумать, целиком продумать свои занятия. Довести свой уровень игры, свой уровень профессионализма до такой степени, что, так вот, как бы сравню, чтобы тебя ночью, допустим, взяли, разбудили, ты сыграл. Вот. Это как бы залог успешного исполнения на конкурсе, на фестивале, на концерте. Я участвовал в конкурсе в 2010 году, в мае 2010, а также в фестивале в том же 2010, ну и в прошлом 2012. Для меня конкурс – это конкурс, а фестиваль – это праздник. Конкурс позволяет принять участие в состязаниях, в соревнованиях. Фестиваль позволяет, дает мне шанс выйти на сцену, как исполнитель. Этот конкурс мне дал стимул заниматься дальше, уверенность в своих силах. Все-таки занял первое место, очень понравилась атмосфера вся, понравился конкурс. Все на равных правах участвовали, сдавали все экзамены, коллоквиум спец. Абитуриенты показывают свой уровень, идет предварительное прослушивание, оценка каждого будущего студента. Занятия, я думаю, происходят, какие-то советы перед непосредственно самим экзаменом, поэтому это полезно. Плюс, опять же, все знакомятся с друг другом и как-то сближаются уже, чтобы в дальнейшем не чужие были люди, а как-то знакомы все. Поэтому, я думаю, это нужно, чтобы был конкурс. Я думаю, им потом легче даже приезжать уже, сдавать экзамены, играть, выступать, потому что все более-менее друг друга знают. Прежде всего, я хочу сказать, что, конечно, эти события взаимосвязаны. Первично был только фестиваль, он начался в 91-м году, и в этом году 20-й он фестиваль, потому что два раза фестиваль из-за недофинансирования не проводился. Конкурс в этом году 10-й, то есть это, в общем-то, уже достаточно много времени прошло, и можно подводить какие-то, наверное, итоги. Первый раз, когда мы проводили конкурс, там участвовало только 20 человек, это были только пианисты. Ну, это самые такие люди, вы знаете, хорошо подготовленные и легкие на подъем из всех специальностей музыкальных. На сегодняшний момент вот мы уже насобирали почти 100 заявок по 7 номинациям. Это будут и пианисты, и вокалисты, причем в этом году мы добавили вокалистов-эстрадников. Духовики, ударники, народники, композиция. В общем, это всегда очень интересно. Обширнейший у нас ореол приезжающих. То есть от Винницы до Одессы все нас посещают, и все с большим удовольствием. Для ребят это, конечно, для многих это действительно первая возможность выйти на сцену большого, солидного такого учреждения. Потому что, когда ты варишься в учебном классе, тебе все про тебя понятно, и твоему педагогу тоже. А это возможность оценить себя, и дело не только в поступлении. Потому что, на самом деле, первоначально, конечно, мы задумывали, что это люди, которые обыграются перед поступлением. Но, как показывает опыт, не обязательно они все поступают к нам. Хотя, честно говоря, я этим горда. Вот во время конкурса я знаю уже многие глаза, которые на конкурсе загорелись и остались учиться. Вот у нас есть Алисия Пупина, и в прошлом году, когда мы собирали интервью по поводу конкурса, она сказала, что она не собиралась сюда поступать, и точно знала, что поедет в Донецк. Но, пробыв тут неделю, со всеми разднакомившись, увидев одно из своих университетов, этот человек действительно кардинально поменял свою жизнь. Ну и нашу тоже, потому что теперь она наш преподаватель, и я знаю, кто, он наш концерт-мистер. Вот, поэтому конкурс такой поворотный имеет значение. Кроме того, он очень важен, потому что там есть и младшая группа. И поэтому я знаю, что многие приезжают несколько раз. Они приезжают в девятом классе, в десятом классе. Конечно, если говорить о поступлении, это просто комфорт. Ты выходишь в тот зал, где ты уже играл, ты видишь ту комиссию, которая к тебе очень благожелательно настроена, потому что вы давно знакомы. Хотя, конечно, это никак не снимает никакой ответственности с поступающего. И это не исключает, что они занимаются, готовятся, и на экзаменах может быть всякое. Потому что если человек, предположим, после победы на конкурсе, расслабился и не играет, то никакое призовое место, конечно. Бывают такие случаи? Возможно такое. Возможно. И потом, вы понимаете, вот как говорил, я знаю, Горовец, говорит, как плохо быть пианистом. Играть надо хорошо тогда, когда надо, а не когда тебе играется. Тут есть тоже такой момент, да, каждый музыкант живой человек. Сегодня он не в голосе, или сегодня он не в тонусе, или сегодня он перенервничал, и вдруг нет эффекта. Поэтому всех я настраиваю, что конкурс конкурсом, а экзамен – это экзамен. Мы всегда стараемся для приезжих подготовить культурную программу, чтобы люди могли тоже что-то увидеть. Для многих педагогов музыкальных училищ других регионов, они рассматривают вообще это как повышение квалификации. Потому что они видят работу педагогов со всей Украины. Они имеют возможность пойти на консультацию к любому педагогу кафедры, и там им посоветуют. То есть это повышение квалификации, и плюс ежевечерний концерт. Я уверена в этом, потому что я за 10 лет занимаюсь этим конкурсом, и я вижу людей, которые ездят из года в год, и делают это с удовольствием, и приезжают, даже если не привозят студентов. Они приезжают просто, чтобы быть в центре событий, чтобы понимать, что происходит, что сейчас годится, что не годится, какие изменения происходят в педагогике. Да, безусловно, для всех педагогов, вот если вы придете на прослушивание, вы увидите, что полный зал людей, они следят, они отмечают, кто что, какие успехи происходят. Это очень важно не только для студентов. Вы понимаете, что такое для музыканта жить в отрыве от публики, потому что нельзя считать публикой только членов кафедры. Не для этого мы посвятили всю жизнь своему делу. И поэтому мне хотелось, чтобы на этом фестивале постепенно раскрывались самые лучшие исполнители, которые родились в Харькове, учились в Харькове, составили славу Харькову и Украине, и не только Украине. Мы стараемся следить за ними, в хорошем смысле это слово. Конечно, они все к нам поступают, большинство. На ближайшем же фестивале мы делаем отдельный концерт, как правило, это концерт-марафон, потому что отбиться от желающих невозможно. Не многие могут досидеть до конца концерта, но все хотят участвовать. Значит, они участвуют в фестивале, и в этом году, как и каждый конкурс, он начнется с концерта победителей прошлого года. Это возможность для приезжих посмотреть, вот как бы мы взяли на себя ответственность, взять самых лучших из Украины. Вот прошел год, вот они, пожалуйста, есть возможность увидеть, что с ними произошло за год, как они выросли, как они изменились, какую они программу подготовили новую. То есть это такой момент тоже включения в наш педагогический процесс, как происходит здесь. На этом фестивале на протяжении этих 22 лет рождались систематически какие-то новые союзы, новые ансамбли, новые какие-то объединения очень интересные. Мне хотелось, чтобы в наш университет, в наш город приехали люди из самых разных стран мира. И, ну, пожалуй, у нас не было только исполнителей из Новой Зеландии. Это, наверное, наш прокол, но его, наверное, тоже, уже и вы тоже будете исправлять. Абитуриенты приходят в университет за получением академических знаний, которые помогут в дальнейшем отходить от правил, допускать ошибки, дабы раскрыть свой мир творческого поиска. Чего нельзя сказать про многочисленные шоу, в которых люди приходят показывать свой талант и за это получают моментальное признание, которое не всегда, но чаще наоборот, не улучшает духовный рост личности. Упадок Римской империи. Вот я все время вспоминаю, чем заканчивались определенные этапы в жизни общества. И то, что сейчас происходит, ну, наводит на очень грустное размышление. И, конечно, безумно жалко молодых людей, потому что их приучают к мысли, что учиться не нужно, развиваться не нужно, получать очень хорошую специальность не нужно, что, может быть, просто вот удача слепая, да, или какой-то вот мгновенный вспрыск денег, и ты будешь на вершине. Вы понимаете, ужасно, когда человек ничему не учится, и когда он даже не понаблюдает за тем путем, который прошла Мадонна, например, или ЛТЖ, или Стин. Ну, вот последний, например, очень интересен. Ну, как принято говорить, в нашей стране он получил очень хорошее образование. В очень дорогих, очень престижных и начальных учебных заведениях, и высших учебных заведениях. Он преподавал, он с детских лет пел в самых лучших хорах. А что такое петь в хоре в Великобритании? То есть это человек воспитанный на музыке барокко, музыке классической. Вы понимаете, то есть это какой слух, это какое умение владеть голосом, именно это позволило ему, кстати, спокойно принимать участие в концерте «Случа на повороте». И он выглядел там очень достойно, так же, как и Майкл Болтон, выдающийся рок-певец, который по совместительству еще поет в операх «Вангл». Вы можете себе представить, да, какого уровня человек получил академическое, классическое образование, насколько он образован, что это позволяет ему быть и рок-певцом, и академическим певцом. Перед моими глазами всегда в такие минуты возникает Пласида Доминго, который вообще-то начинал свой жизненный путь как пианист, и пианист очень хороший, который зарабатывал деньги просто, будучи пианистом. И причем он не просто пианист, но он еще и империоризатор очень хороший. Ему мало было того, что он стал великим певцом и продолжает им быть. Даже после тяжелейшей операции, даже после тяжелейшего заболевания, как вы знаете, он продолжает петь, но он еще и дирижер. И мне повезло, я его видела в двух таких ипостасях, я его слушала в Лос-Анджелесе на оперной сцене, и там же я видела его в качестве дирижера. Но я прекрасно понимаю, какой за этим стоит труд, и сколько лет, и сколько усилий, и сколько часов он потратил на то, чтобы освоить все это. Вы дирижер, и вы знаете, каково это быть дирижером. И у вас перед этим образование вы получили, музыкальное, причем в высшем учебном заведении, не в самом плохом, в Москве, и после этого вы учитесь тоже в высшем учебном заведении, потому что вы хотите быть действительно настоящим дирижером. Вот это прекрасная амбиция, это нормальное развитие человека, и совершенно ненормальное, когда человеку даны очень хорошие данные, и это прекрасно. И находятся не самые лучшие люди, которые начинают паразитировать на этих данных, затем эти данные, не подкрепленные образованием, к сожалению, иссякают. И человек выбрасывается просто на помойку. И никого уже не волнует, что молодые люди погибают. Их обманывают, им обещают горы золотые, а на самом деле ничего не будет, потому что нет примера в мире, чтобы человек действительно добился вершин, не получил настоящего, полноценного образования. Поэтому я очень рада, что в наш университет с каждым годом все увеличивается конкурс. Вот мы с гордостью несем звание лидеров, потому что мы уже три года занимаем первое место в среде творческих вузов по конкурсу. И вот если по всей Украине в творческие вузы конкурс колеблется 1,6-1,8, у нас это 3,8, то есть практически 4 человека на место. То есть мы более чем в два раза опережаем все остальные творческие вузы. И это очень здорово. Меня это радует, потому что растет количество родителей, которые хотят отдать своих детей в высшее учебное заведение, и они понимают, что музыка и театр это то, что даст опору в жизни человеку. Мы пока удерживаем очень хорошие позиции, и, как мне кажется, немножко недооценивают, а вернее не немножко, а множко недооценивают тот факт, что может быть сейчас наше направление единственное конкурентно способное в Европе и в мире. И вот на этом бы и надо было бы построить политику государственную, поддерживая высшее образование в творческих вузах. Потому что по-прежнему, куда бы ни попали наши студенты, где бы они не выступали, на каких площадках, они упорно завоевывают призовые места. И их с удовольствием приглашают, зовут и ждут в любой стране мира. И это очень обидно, что менее всего они нужны именно в своей родной стране. Мне это обидно, тем более, потому что я ректор университета, и мне не безразлично, кто останется после нас в лавке, кто будет работать, кто будет дальше учить детей, кто будет дальше играть, кто будет дальше петь. К сожалению, западный мир практически целиком принял вот ту самую систему, которая была разработана в Советском Союзе. и в частности кадровая политика строится именно по законам, которые были созданы в советское время. Что я имею в виду? Существовали так называемые исполнительские защиты кандидатских. То есть человек должен был подготовить концертную программу и затем написать эссе и защитить эту разработку уже на ученом совете. но на первом месте стояло его умение заниматься своим делом. То есть, грубо говоря, на что тебя учили, вот именно этим ты и должен был защищать свое право на децентуру, профессору и так далее. Весь мир это принял. А у нас это практически перечеркнули. И теперь исполнители должны защищать теоретическую диссертацию. То есть они должны заниматься тем, чего нет у них в дипломе. Тогда по логике, значит, теоретики должны обязательно, защитив кандидатскую, дать сольный концерт. Ну, чтобы было какое-то равновесие. Ну, этого равновесия нет. А двойная нагрузка падает на исполнителей. Ну, я только бесконечно рада и признательна молодежи нашего университета. Они все поняли, насколько это важно для их жизни, для жизни университета. Таким образом, мы все вместе, каждый зажигает свою маленькую свечку на огонек, который приходят люди. И чем больше этих свечек мы с вами зажжем, тем радостнее будет жить нам в нашей стране. Как говорил Павел Александрович Флоренский, дело не происходит так, чтобы с увеличением добра уменьшалось зло. Всякое появление положительного идет параллельно с появлением отрицательного. Поэтому борьба между добром и злом не угасает, а обостряется. С вами была программа «Аколада». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин